Здравствуйте! В эфире программа «Правительственная связь». Меня зовут Татьяна Молокова. И сегодня мы сделали исключение, отошли от привычного сценария. На студии человек, который представляет не правительство Чувашии, а органы местного самоуправления. Станислав Николаев, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии. 21 апреля – день местного самоуправления. Чувашия, напомним, одна из первых взялась за реализацию федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Станислав Андреевич, здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Станислав Андреевич, давайте напомним, что такое муниципальное образование, какие формы и модели организации местного самоуправления есть в Чувашии? — Ну, во-первых, я немного хочу остановиться еще уже предысторией вот этого праздника, День местного самоправления, который в 2012 году, в соответствии с указом президента Российской Федерации, мы празднуем уже второй год в этом году. — Для чего такой праздник учредили? Ну, это еще раз подчеркивать роль местного самоправления в России и в регионах, и на местах. И, собственно говоря, можно так выразиться, что Россия, Чувашия в том числе, она начинается с органов местного самоправления. И поэтому в Чувашской Республике мы действительно одним из первых начали реализацию новой модели организации местного самоправления. В Республике 317 муниципальных образований и в том числе 291 сельское поселение. — Вот, собственно говоря, вот они и представляют местное самоправление. Но, по большому счету, местное самоправление — это не входит в систему государственной власти, это четко обозначила Конституция современной России, а это форма участия граждан в решении местного значения, там, непосредственное участие граждан. То есть это один из этапов на пути формирования гражданского общества, о котором мы очень много говорим. И, наверное, действительно, если люди на местах не будут заинтересованы, чтобы развивалось село, развивалось сельское поселение, развивался район, и не будут делать для этого какие-то шаги, сами участвовать непосредственно в этих решениях вопросов местного значения, то никакими директивами сверху в каждой отдельно взятой деревне или в каждом отдельно взятом районе перемены, по большому счету, они такие, какого мы хотим, они не произойдут. Вот, собственно говоря, это и есть местное самоправление, решение вопросов на местах, самими участие граждан в решении вопросов, те, которые возникают на местах. А решение каких вопросов в полномочиях органов местного самоправления? Вот, Татьяна, наверное, один из вопросов, который всегда воспринимается руководителями органов местного самоправления по-особому, поскольку первоначально, если это полномочия, они представляли до 27 полномочий, ну, полномочия – это те вопросы, которые должны решаться на местах. То сегодня эти полномочия растут в соответствии с федеральными законами, принимаемыми, плюс федеральные полномочия возложили на сельские поселения, муниципальные районы, их насчитывается до 44, до 30 земель. Ну, приблизительно вот какие? Вот я перечислю, что нужно сегодня на селе – водоснабжение, безусловно, обеспечение пожарной безопасности, безусловно, электроснабжение, безусловно, использование, рациональное использование земель – это тоже вопросы, безусловно, благоустройство. То есть накапливается таких вопросов, этих полномочий, аж до 44. То есть легче сказать, чего они не входят. Да, легче сказать, чего они не делают. И в связи с этим, если бы все эти полномочия были обеспечены финансово, безусловно, эти вопросы бы решались на местах. Но, к сожалению, сегодня бюджет сельского поселения в среднем – это 2-3 миллиона рублей. Ну, центральное поселение побольше, конечно. И поэтому решать вот эти вопросы, вот эти полномочия за часу просто не удается. Но население как-то… Ей, наверное, главное, чтобы вопросы решались. А неважно, кто эти вопросы решает, и они со всеми вопросами обращаются в сельское поселение или муниципальный район. То есть, получается, задач, которые надо решить, много, полномочий много, а материальных ресурсов маловато. Вот как решается вопрос с финансированием? Можно даже назвать так. Дали команду в атаку, а патроны забыли выдать. Примерно. Но местная власть, она не стоит на местах, не работает, сложа руки. Очень много делается для повышения, во-первых, привлекательности сельских поселений. Но вот мы тоже со своей стороны, Советом муниципальных образований стараемся показать наиболее хорошую практику, лучшую практику. Вот недавно мы в Яльцинском районе проводили семинары, совещания глав районных центров. И тема была у нас повышение привлекательности, инвестиционной привлекательности районных центров. В прошлом году в Ядринском районе и так далее. То есть, есть очень такие наработки, которые действительно позволяют на примере этих лучших сельских поселений, которые систематически работают над тем, чтобы привлечь на свои территории инвесторов. А из чего составляется бюджет местного сельского поселения? Конечно, бюджеты местных поселений, они очень небольшие. Это аренда земли и аренда имущества, земельный налог и так далее. То есть, абсолютно это небольшая сумма. И поэтому задача, она поставлена и главой республики, увеличить доходную часть местных бюджетов. Бюджетом местного сомправления, в том числе и муниципальных районов тоже. Потому что сегодня мы анализируем бюджеты сельского поселения. Можем отметить, что доля собственных доходов у них, начиная от 0,7% – это самые худшие поселения, и до 30% – это самые лучшие поселения. То есть, все остальное – это дотация, это помощь на выравнивание и так далее и тому подобное. То есть, получается, что если в сельском поселении будет развиваться промышленность какая-то, переработка или еще что-то, то возрастет инвестиционная привлекательность и, возможно, увеличится бюджет сельского поселения. Безусловно, да. Для этого делается и на уровне правительства Чувашской республики очень много, потому что работает на селе программы различные. Начинает развитие фермерского хозяйства, потому что это, безусловно, развитие малого бизнеса, что очень большое внимание сейчас уделяется, семейные фермы, и включая ремонт клубных учреждений, строительств ФАПов и так далее и тому подобное. То есть, очень много таких программ, которые, в первую очередь, направлены на муниципальные районы, на сельское поселение. Это годами нерешаемые проблемы. На сегодня мы видим, они сдвинулись с места, и население, кстати, очень положительно воспринимает то, что делается сегодня в сельской местности. Ну и это касается, конечно, и муниципальных городов, потому что мы видим, здесь тоже есть положительные сдвиги, которые в целом они обеспечивают рабочие места. — Станислав Андреевич, ну все-таки вот действительно пополнение бюджета, улучшение жизни местного населения, очень многие вопросы зависят от того человека, кто у руля, кто у власти. Где найти таких компетентных работников? — Вот это очень достаточно сложный вопрос, и здесь не только один фактор играет определенную роль. Но мы бы отметили следующее. Во-первых, престиж муниципальной службы и службы в органах местного управления – это дело, наверное, общее. И здесь, я бы отметил, сделано тоже очень немало, вот достаточно долго главы сельских поселений, муниципальные службы поднимали вопрос о денежном содержании. Понятно. И вот когда вот этот вопрос решился, он сегодня, мы скажем, этот вопрос достаточно неплохо он решен. Именно денежное содержание работников органов местного населения, в первую очередь глав сельских поселений, это, конечно, в значительной степени позволило стабилизировать ситуацию с кадрами. Второй момент – это все же главы сельских поселений, они добровольно идут, они добровольно выбирают свою работу, они идут на выборы, у них появляется какая-то программа действий, они встречаются с населением, и они ежегодно еще должны отчитываться перед населением, что они делают в течение года. Вот эти моменты, они тоже позволяют, мы видим, что главы в ходе своей работы, они растут. Ну и, конечно, немаловажно, мы считаем, это изучение передоопытов, чем и занимается, собственно говоря, Совет муниципальных образований, мы показываем положительное, когда в одних и тех же условиях, ведь результаты разные бывают, мы это прекрасно знаем, даже в условиях муниципального района, в каком-то поселении эти вопросы решаются, и неплохо решаются, в другом поселении они хуже решаются и так далее. То есть именно, как вы говорите, личностный, или мы так когда-то говорили, человеческий фактор, это очень много зависит. И поэтому в последние годы мы намечаем, что кадровый состав глав сельских поселений, муниципальных служащиков, он стабилизируется, хотя, значит, есть там очень большие сложности, потому что, приходя на эти должности, приходят хорошие учителя, может быть, хорошие работники культуры и так далее из других сфер, может быть, хороший он крестьянско-фермерское хозяйство руководитель, но навыки управленческой деятельности – это совершенно другое. Вы их как-то обучаете? Здесь очень много делается со стороны администрации главы Чувашской республики. Мы заключили, в частности, соглашение тоже с Академией государственной службы. И регулярно проводятся семинары, практические занятия, круглые столы. Мы считаем, вот это вот оно и позволяет повышать уровень уже работающих. Но и, на наш взгляд, если на уровне высших каких-то должностей, допустим, республиканских министерств, ведомств, резервным кадром, она работа налажена, такая же работа, очевидно, она требует, это одна из задач, наверное, в том числе и Совета муниципальных образований, работа с теми людьми, которые мы в дальнейшем рассматриваем как на должности глав сельских поселений, скажем, или специалистов. Это тоже очень важно. Потому что работа... Бывает зачастую, что 3-4 человека, очень идет такая напряженная борьба предвыборная, люди приходят, сталкиваются с первыми проблемами, им все... До этого, пока они не столкнулись с решением практически, их проблем оказалось все очень легко и просто. А тут элементарный вопрос невозможно решить, и они просто-напросто уходят, опускать все руки. А вот насколько жители, местные жители, которые выбрали себе главу поселения, активно прибегают вот к его помощи, к помощи своих выбранных руководителей? Я бы таким образом сказал, тот, если глава, он стремится что-то сделать, он, наоборот, сам должен обращаться к помощи граждан. Вот и это и есть местное самоуправление. То есть... Обратная связь какая-то должна быть. Да, обратная связь, помощи актива. Для этого форумы посредственного участия граждан, как мы, если по-научному, так по-закону говорить, они очень на практике себя оправдали. Это и конференции граждан, это и сходы граждан, это и институт Старс, которые... Я должен, к слову, заметить, что у нас более 900 Старс в целом в республике, и вот сейчас в районах у нас проходит Слёд и Старс, вот буквально вчера, на прошлой неделе, потому что у вас, наверное, потом оно будет, да, запись, прошёл Старс в Урнарском районе, в Валиковском и так далее, в этих районах, где изучался опыт работы лучших Старс по решению вопроса местного значения, потому что Старс – это неформальные лидеры. То есть помощники такие. – Если это помощники. – Внештатные. – Да, внештатные. Они не за какое-то вознаграждение выполняют вот эту работу. Я достаточно... Очень активные, очень интересные люди там работают, эти Старсы. Значит, мы вот предполагаем обобщить их опыт работы. Достаточно сказать, что Совет Муниципального образования проводит различные конкурсы, в том числе лучшие Старства сельского поселения. У нас с начала проведения этого конкурса приняло всего участие 231 Староста. А только в 2013 году у нас тоже в целом конкурсов проводимый Совет Муниципального образования приняло более 20 Староста сельских населенных пунктов. Станислав Андреевич, ну вот периодически слышу, что там сняли главу поселения, там суд прошел, там каким-то образом наказали, здесь что-то произошло, да? Контрольно-надзорные органы, наверное, проверяют только в путь, только даем волю. Вот как взаимодействие у вас с органами государственной власти? Ну, я должен сказать, что взаимоотношения с контрольно-надзорными органами, с органами государственной власти, это достаточно вопрос, который многих он волнует. И действительно, там по-разному разные подходы есть в этих взаимоотношениях. И мы, наверное, Чувашской республике одним из первых федеральных округов обратили внимание на этот вопрос. И вот с участием главы Чувашской республики в 2019 году еще провели очень большое совещание с участием всех муниципальных образований, руководителей Министерства ведомых, федеральных округов, где глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев четко обозначил проблему. Во-первых, он сказал таким образом, что невыполнение своих полномочий, игнорирование интересов граждан никто прощать не будет. То есть, строго в соответствии с федеральными законами, все органы, контрольно-надзорные органы, они будут это и проверять, и все остальное. Но в то же время было им такое дано направление, что все же главное – это результат. А результат – это не то, что главу всех поселений или кого-то оштрафовали. А результат – это, чтобы не было вот этих недостатков. И вот поэтому взаимоотношения с контрольными… Было создано координационное совещание при главе, активное участие. Ежемесячно мы проводим мониторинг. У нас достаточно назвать такие цифры. Надзорные действия по отношению к органам местного управления проводят 18 федеральных органов власти, 14 – республиканских. То есть, по тому или иному направлению постоянно под контролем главы местного управления, главы муниципальных районов. Конечно же, когда… И вот здесь мы пошли по тому пути, заключаем соглашение, проводим мониторинг. И те вопросы, спорные вопросы, они снимаются. Есть результаты. Потому что, подводя итоги 2013 года, за 2013 год, на координационном совещании было отмечено, что наши взаимоотношения с контрольными органами, органами государственной власти, они стали носить более конструктивный характер. То есть, больше внимания уделяется профилактической работе. Вот достаточно, я могу несколько цифр привести в связи с этим. Если, допустим, штрафы в 2012 году по отношению к главам муниципальных районов и сельских поселений сумма штрафов составляла около 3 миллионов рублей, то по итогам 2013 года она составляет 1 миллион 700 тысяч. Тоже немало. Почти в два раза сократилось. Да, почти в два раза сократилось. Причем сократилось, конечно, внеплановых проверок. То есть, и, наверное, вся эта работа в целом по-российски федерация проявила к тому, что в федеральном законе 131 закон были внесены соответствующие изменения, и сегодня все контрольно-надзорные органы, они осуществляют свои полномочия в плане проверок органов местного управления только с разрешения прокуратуры. Значит, заранее планируют и заранее знают, строго установлены периодичность и так далее и тому подобное. То есть, это, ну, как такое выражение, кошмарить органы местного управления. Перестали вообще так сильно. Да, меньше. Но, я еще раз подчеркиваю, очень много, конечно, недостатков у нас. Мы сами иногда допускаем. То есть, не решаем те вопросы. Вот здесь уж очень принципиальный подход, и это было четко, ясно, обознательно, и это все знают. Вот мы поговорили про какие-то нарушения, про наказания. А какие есть достижения органов местного управления? Ну, это тоже особая тема. Особенно я рад за органы местного управления Чувашской республики, поскольку, какой бы отрасль мы ни взяли, какие бы наши проекты, программы ни посмотрели, есть очень много интересного в работе местного управления. Это вот наглядно подтверждает участие в конкурсах. Мы, Совет муниципальных образований, проводим различные конкурсы. Это республиканские конкурсы. Лучший глава поселения, лучший сельское поселение, лучший староста поселения. Более того, с учетом того, что очень большого внимания уделяется развитию фермерского хозяйства, мы провели даже такой конкурс среди глав. Лучший личный подворье главы сельского поселения. Это был очень интересный конкурс. То есть он должен не только за людей работать, но и себя дома тоже. Личный пример руководителя всегда он заразительный. Когда кто-то говорит, мы не можем, мы не хотим, по какой-то причине. Говорят, нет, ну почему же? Вот мы же делаем, надо показывать сети. Если у тебя дома плохо, то и в поселении будет плохо. Ну и вот, и самое благоустроенное село и так далее. То и интерес к этим конкурсам, особенно в муниципальных районах и сельских поселениях, он возрос. И они начали принимать участие на региональных конкурсах, значит, и на всероссийском конкурсе. Ну, это из печати, из прессы мы знаем. Это и Атнарское сельское поселение, это Маргаурское сельское поселение, это Яльское сельское поселение. Когда они занимали на уровне уже на региональных конкурсах, получали дипломы второй, третьей степени и соответствующие денежные вознаграждения еще, что тоже очень немаловажно, конечно, и многие вопросы решались. Но и яркий пример это, когда самый благоустроенный город в Российской Федерации занял второе место, это город Чебоксары. Ну, мы гордимся, что у нас такая столица, ухоженно. Надо всем поселениям стремиться к Чебоксарам тогда. Да, но стремятся, стремятся. У нас районные центры значительно выглядят сейчас по-европейски, можно так сказать. Станислав Андреевич, если уж мы говорим по-европейски, о уровне информатизации, автоматизации, вот насколько электронные услуги доходят до сельских поселений? Ну, тоже очень немало делается. Во-первых, появились специальные центры, которые оказывают государственные услуги, многофункциональные центры. Они практически во всех районах. Более того, чтобы эту проблему решить оперативно и быстрее, на базе сельских библиотек появились окна, как мы называем, по оказанию вот этих услуг. Что, конечно же, многие вопросы позволяют решать, в том числе вот такие факторы, как коррупционные факторы. Потому что, к сожалению, мы не можем отрицать, что сегодня нет таких фактов, когда где-то там чего-то возникает, такие проблемы. Ну и сегодня каждое сельское поселение имеет свой сайт и так далее и тому подобное. То есть вся работа, она показывается. Ну, проблемы, конечно, есть. Интернет, он сегодня достаточно во многих поселениях еще не скоростной, работает медленно. Конечно, эти технические вопросы, они есть. Но народ уже, я думаю, и на местах он совершенно перестроился. И сегодня мы не мыслим себя без введения информационных технологий. И во многих случаях граждане сегодня уже получают и информацию о деятельности главы сельского поселения, о работе муниципального района, именно сайтов этих поселений. И всю необходимую информацию тоже там можно найти. В завершении беседы, Станислав Андреевич, расскажите, какие задачи перед собой ставит Совет муниципальных образований? Ну, это, конечно же, содействие, перечерть, я бы сказал. Вот те решения, которые поднимаются на уровне нашей республики, направленные на развитие местного управления. Это, безусловно, наша задача. И здесь для нас, мы считаем, очень важно явление передового опыта и показ его, транслирование этого передового опыта. Второе, мы по значимости, конечно, всегда проблем видим, это наше взаимоотношение с контролем надзорными органами и органами государственной власти. И здесь тоже очень много сделано, но еще много предстоит, потому что даже создана такая специальная мобильная группа, соответственно, с указом президента Чувашьей республики, когда возникают спорные какие-то моменты, вопросы между органами самоуправления и органами госвластия, федеральными. Они выезжают на место для того, чтобы рассмотреть все эти вопросы. Это очень важно. Сельское поселение должно заниматься конкретно своими делами, а не отвечать на письма и так далее. Этот вопрос, он тоже, конечно, очень важен. И, конечно же, одной из задач, если честно, Совет муниципальных образований, это считает необходимость усиленной работы, поддержать усилия по формированию здорового образа жизни. У нас в этом плане и Совета много делается, и в Республике очень много делается. У нас давно уже семинар, наше совещание завершается спортивными мероприятиями. У нас очень интересно проходят дни глав, ежегодный день главы местного самоуправления. Это мы летом, когда главы администрации городов у нас косят. Это удивительный конкурс, то есть народная традиция. В этом году мы решили немного разнообразить и ввести комплекс ГТО и организовать сдачу норм комплекса ГТО главами сельских поселений, специалистами. Поощрять как-то будете? Обязательно. А наказывать? Ну, это не наш метод. Есть другие органы, которые наказывают, а мы... У нас пряник. Да, у нас пряник. И это во многих случаях действует действительно очень эффективно. И причем личный пример в данном случае. Мы видим, когда глава Чувашской республики, он на площадке, когда он на стадионе, когда он ведет здоровый образ жизни, когда муниципальные руководители районов у нас, главы сельских поселений. Конечно же, это подтягивает. И тут можно тысячи раз уговаривать, а если сам ты этого не делаешь, эффект он абсолютно другой. И поэтому здоровый образ жизни, его пропаганда и введение, это тоже мы считаем собой такой очень важной задачей для Совета. Станислав Андреевич, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Желаем вам дальше с большими успехами работать на благо жителей нашей республики. Спасибо всем. Я хотел бы всех поздравить с наступающим днем местного с управлением. Спасибо. А я напомню, что гостем программы «Правительственная связь» был Станислав Николаев, исполнительный директор Совета муниципальных образований. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...